МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Вадим Витковский. И сегодня в выпуске. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Беларуси Дидье Канес впервые посетил город на Двине. В Беларуси прошла широкомасштабная акция «Неделя леса». Ежегодно с наступлением весны спасатели сталкиваются с проблемой выжигания сухой растительности. На базе Борисовского ДСАВ прошел районный конкурс «Автоледи-2018». Витебский государственный медицинский университет собрал паралимпийцев. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Беларуси Дидье Канес впервые посетил город на Двине. В Витебск он прибыл со знакомительным визитом. Дипломат встретился с представителями местных властей. Стороны обсудили дальнейшие пути развития сотрудничества. В ходе рабочей встречи особое внимание уделили вопросам в сферах культуры и образования. В первую очередь посла Франции интересовала возможность организации совместных выставок, связанных с известным по всему миру художником-уроженцем Витебщиной Марком Шагалом. Также обсудили возможность участия французских представителей в Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Не менее важным для дипломата стало рассмотрение проектов по изучению французского языка в школах и гимназиях. Как показывали результаты, его преподают в 53 учреждениях образования области. Сотрудничество с Французской Республикой у нас уже какие-то ростки есть. И основа этого есть. Прежде всего, это имя нашего великого земляка, которое связывает нас в Витебск в частности с Францией. Это Марк Шагал, который в этом году мы празднуем столетие художественного училища, которое он создал в городе Витебске. Это как раз одно из, скажем, точек соприкосновения в сфере культуры. У нас есть также намерение развивать сотрудничество в сфере историко-культурного наследия. В частности, включение в двух объектов банк семейного наследия. Это Дом-музей Марка Шагала и Витебское художественное училище. Центральной темой встречи стало обсуждение развития экономических отношений. Среди возможных сфер взаимного интереса, обозначенных белорусской стороной, особое место занимает организация совместного производства различных изделий из льна. Поскольку ежегодно французские производители на Витебщину поставляют лекарственное сырье, сумма которого равна 20-25 миллионам долларов, перспективным считают и проекты в этом направлении. Интерес моего визита очень разносторонний. И, конечно, развитие экономических отношений занимает центральное место в моей миссии. И действительно цель визита – это определить, какой есть потенциал в Витебской области для французского бизнеса. По инициативе Министерства лесного хозяйства в Беларуси прошла широкомасштабная акция «Неделя леса». В этом году она стартовала уже в 11-й раз. Как это мероприятие коснулось Лепельского района, смотрите в сюжете наших коллег. С целью привлечения широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризации бережного отношения к одному из главных природных ресурсов нашей страны, усиление экологического, экономического и социальной роли лесов, уже 11-й год подряд проходит акция «Неделя леса». Утром 14 апреля трудовой десант из представителей районной власти, городских организаций, предприятий прибыл на территорию Стайского лесничества, где в окрестностях деревни Городец все прибывшие вместе с работниками Лепельского лесхоза приняли участие в высадке саженцев сосны и березы. Невозможно переоценить огромное значение леса в жизни человека. Этот природный защитник окружающей среды играет важную роль в очищении от всевозможных физических и химических загрязнений. Леса обеспечивают среду обитания для всевозможных растений и животных. Является источником целого ряда лекарственных растений, ягод, фруктов и орехов. Это драгоценный ресурс, созданный самой природой. Его загрязнение может привести к серьезному нарушению экологического равновесия в природе. Ежегодно с наступлением весны спасатели сталкиваются с проблемой возжигания сухой растительности. Кто-то делает это преднамеренно, кто-то оставляет незатушенным костер, а кто-то по неосторожности бросает окурок или спичку на высохшую траву. Урон природе, уничтоженные огнем дома и хозяйственное строение, гибель и травмирование людей – вот итог выжигания сухой растительности, который повторяется из года в год. Проведение разъяснительной работы с населением в весенний пожароопасный период является основным способом предупреждения лесных пожаров. При этом важно не просто запретить выжигать траву, а рассказать, как правильно и безопасно навести порядок на приусадебном участке. С подробностями в нашей программе начальник Оршанского ГРОЧС Кирилл Курак. Сегодня хочется обратиться к нашим землякам с таким вопросом, как выжигание сухой растительности. К сожалению, несмотря на всевозможные предупреждения и в средствах массовой информации, и на сельских сходах, выступая в трудовых коллективах перед нашими гражданами, многие не хотят делать выводы, не хотят все-таки соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. В частности, при сжигании мусора на дворовых территориях, при разведении костров. И как результат, достаточно печальная картина сегодня, в том числе у нас в районе, с этим вопросом. Практически ежедневно подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям привлекаются на тушение либо сухой растительности, либо каких-то построек, которые загораются от горящей сухой растительности. Практически ежедневно отвлекается специальная техника и личный состав органов и подразделений МЧС от несения дежурств на такие загорания. Кто виновник всех этих загораний, всех этих ситуаций? Естественно, человек, естественно, те граждане, которые в этой же местности и проживают, из-за своей небрежности, безалаберности получаем такие неприятные последствия. Хочу напомнить нашим землякам о том, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. По соответствующим статьям Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде от предупреждения до 40 базовых величин. Поэтому еще раз я очень прошу наших земляков задуматься, соблюдать элементарные правила, обезопасить себя, обезопасить своих соседей, своих близких, и все будет у нас хорошо. Выясняются все обстоятельства дела итальянской одежды. Партия следовала на территорию Евразийского экономического союза в транспортном средстве со сборным грузом. Согласно документам, которые предоставил таможенникам киргизский перевозчик, общая стоимость одежды составляла 44 тысячи рублей. Но после проверки оказалось, что цена товара была занижена в три раза. Реальная стоимость – более 117 тысяч белорусских рублей. Ценник намеренно занизили, чтобы не платить таможенные пошлины в полном объеме. Одежда задержана. Витебская таможня начала административный процесс по третьей части статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Согласно санкции этой статьи, нарушителю грозит штраф до 50 базовых величин. А для ИП или юридических лиц наказание может равняться 30% стоимости товара. Хулиганство – это бич современного общества. Противопоставляя себя обществу, поведением и поступками, некоторые индивидуумы наврушают норму морали и правила человеческого общежития. Как определяется степень вины при таком правонарушении и какая мера наказания будет применена, вы узнаете из интервью судей Полоцкого района и города Полоцка Владимира Бесецкого. Уважаемые жители города Полоцка и Полоцкого района, сегодня я хотел бы рассказать об уголовной ответственности за хулиганство. Хулиганство является одним из наиболее распространенных преступлений против общественного порядка и общественной нравственности, нередко способствующим совершению более тяжких преступлений. И являясь одним из наиболее распространенных правонарушений, представляет собой значительную опасность для общественного порядка. Хулиганские проявления, отравляя нормальные условия быта и отдыха граждан, нередко нарушают нормальную деятельность предприятий, учреждений и организаций. И в то же время хулиганство принадлежит к числу преступлений, которые труднее всего поддаются точному определению. Вряд ли можно назвать какое-либо общественно опасное деяние, суть которого была бы так понятна каждому, и вместе с тем нет другого такого преступления, которое бы вызвало большую сложность в восстановлении его юридических признаков. Хулиганством, влекущим уголовную ответственность по ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь, являются умышленные действия, которые не только грубо нарушают общественный порядок и выражают явное неуважение к обществу, но и сопровождаются применением насилия, либо угрозой его применения, уничтожением, повреждением чужого имущества, либо отличаются по своему содержанию исключительным цинизмом. Исключительный цинизм, как один из признаков хулиганства, это откровенно пренебрежительно в высшей степени наглое, преднамеренное, непристойное, бесстыдное, пошлое поведение, грубо нарушающее и оскорбляющее нравственные чувства людей и свидетельствующее об издевательском к ним отношении. Во многих случаях при совершении хулиганства непосредственно ущерб причиняется нескольким видам общественных отношений, то есть тут и общественная безопасность, здоровье, честь, достоинство граждан, имущество и так далее. Одной из особенностей хулиганства, отличающего от других преступлений, является наличие специфического мотива, так называемый хулиганский мотив. Хулиганский мотив – мотив сложный. Нередко трудно ответить на вопрос, почему лицо решилось на хулиганство и чего оно хотело достигнуть, совершая такое преступление. Фактически побуждение лица на совершение хулиганства – это стремление удовлетворить свои низменные, нередко весьма несначительные желания, игнорируя правила приличия и благопристойности, грубо нарушая общественный порядок. К ним относятся желание напакостить, показать свою силу, удаль, поиздеваться над кем-либо, учинить глумление, надругательство. Иными словами, хулиганские мотивы – это грубое противопоставление своей личности к обществу. В основе хулиганских побуждений обычно лежит разнузанный эгоизм, озлобленность, неудовлетворенность, доходящие до безотчетной злобы и тупого отчаяния, вызванные явным расхождением между уровнем притязания лица и имеющимися возможностями их осуществления. Хулиганский мотив может включать в себя и другие побуждения, в частности, стремление показать свою силу, ловкость, превосходство над окружающими, поиздеваться над потерпевшим, проявить жестокость. Чаще всего хулиганство носит публичный характер, то есть совершается в присутствии других граждан. В такой обстановке правонарушителю легче всего проявить неуважение к обществу, грубо говоря, нарушить общественный порядок. Хулиган стремится ошеломить окружающих, сломить их волю, показать свою исключительность и неуязвимость. Обстановка совершения хулиганских действий существенно влияет на степени их общественной опасности. Под обстановкой совершения хулиганских действий понимается время, место их совершения, а также другие условия совершения хулиганских действий. Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, из мелкого хулиганства, за которое предусмотрена административная ответственность, могут перенести в уголовно наказуемое, если они совершены в такой обстановке, которая требует от членов общества исключительно приличного поведения, например, в обстановке торжественного заседания, похорон. Хулиганство нередко совпадает с объективной стороной некоторых преступлений, в частности, нанесением телесных повреждений. Судебная практика исходит из того, что если вред причиняется определенному лицу по конкретным личным мотивам, то есть, допустим, это может быть ревность, месть, неприязненные отношения, и при этом не допускается угробного нарушения общественного порядка и нет явного неуважения к обществу, то такие действия следует рассматривать как преступления против личности, даже если они совершены в общественном месте. Квалифицирующие признаки хулиганства предусмотрены частями 2 и 3 Уголовного кодекса ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Так, уголовная ответственность по части 2 ст. 339 Уголовного кодекса наступает за совершение хулиганства повторно группой лиц, сопряженным с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, и сопряженным с причинением менее тяжкого телесного повреждения. Уголовная ответственность по части 3 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь наступает за совершение хулиганства с применением оружия либо иных предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывных устройств или предметов, прожающие действия которых основаны на использовании горючих веществ, либо совершенным с угрозой их применения при отсутствии признаков более тяжкого преступления. В санкции части 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрены такие виды наказания, как общественные работы, штраф, исправительная работа на срок до двух лет, арест, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет. Отмечается увеличение такого вида наказания, назначаемых за совершение хулиганских действий, как штрафа. Если в 2015 году штраф не был назначен ни одному лицу, то в 2016 году штраф был назначен 5 лицам за совершение хулиганских действий, и в 2017 году такая мера уголовной ответственности была применена в отношении четырех лиц. Освещение дорог и улиц в темное время суток – важный момент в безопасности населения. Этот вопрос затронули журналисты в ходе общения с председателем Борисовского райисполкома. Насколько город станет ярче, узнаете из сюжета Никиты Дементьева. Освещение улиц и дорог города – не дешевое удовольствие, поэтому есть необходимость в экономии затрат на электроэнергию. Во многом это можно достичь благодаря замене фонарей с лампами накаливания на светодиодные. От них и пользы больше, и затрат меньше. На сегодняшний день Борисов нуждается в замене более 8 тысяч уличных фонарей. Вы видите, что по проспекту Революции у нас установлено уже светодиодное освещение. И мне кажется, что я не обманул, что скажу, что даже ночью там очень даже комфортно находиться, потому что улица освещена и очень даже ярко освещена. У нас сегодня стоит задача, первое, сделать комфортное и высококачественное освещение наших улиц. И при этом мы бы хотели сделать экономию на затратах на освещение этих улиц. Это позволяет сделать светодиодные светильники. Поэтому на сегодняшний день объявлен тендер. Наше ОП «Жилье» занимается этим вопросом. И задача у него стоит в этом году закупить 8400 светильников. И в этом году мы должны их заменить. Окупаемость этого проекта 14 месяцев. Поэтому грешно не двигаться в этом направлении. Это позволит нам в следующем году делать экономию бюджета по освещению улиц. А эту экономию мы дальше можем направлять именно на дальнейшее освещение. То есть дворовых территорий, где у нас освещения не хватает. То есть развивать вот эту сеть освещения. И сделаем более комфортное наше освещение. То есть мы больше увидим интересного по городу. Людям станет комфортнее ходить. По словам председателя, уже есть схема по работе в данном направлении. Конечная цель которой – это провести светодиодные фонари в каждый двор. Это тоже вам скажу, что это не дешевое удовольствие. Но мы целенаправленно идем на это. И это будем делать обязательно. И в этом году мы уже результаты увидим. Геннадий Иванович подчеркнул, что освещение далеко не единственное обновление, которое ждет Борисовчан в этом году. Где-то мы зайдем с дорогами. Где-то мы зайдем с фасадами. В данном случае, когда мы затронули с вами фасады и балконы, у нас есть план работы по печам, по балконам, именно с фасадами. Мы зайдем туда. Где-то мы будем работать, как я сказал, с инженерными сетями в дворовых территориях. И дворовые территории я тоже сказал, что мы постараемся делать комплексные. Пусть мало, но зато качественно надо сделать. Один раз войти туда и больше туда не заходить. Мы будем отдельно работать по теплотрассам. Мы отдельно по водопроводам, канализациям будем работать. В каких-то районах у нас будут строиться такие большие объекты, как школа, мостовые переходы, ледовые, больницы. То есть, если мы посмотрим на город, мы его, каждый микрорайон, мы с чем-то приходим. Если не получается комплексно подойти, мы будем подходить хотя бы с отдельным фасадом. Но мы будем обязательно подходить. То есть, каждый район мы будем потихоньку входить. Где-то дороги, где-то сети, как я и сказал. И в том числе, мы должны не забывать, что район должен развиваться дальше. Развитие района подразумевает строительство новых жилых домов. Об этом более подробно мы расскажем вам в следующем выпуске программы «Новости региона». На базе Борисовского ДСАФ прошел районный конкурс «Автоледи-2018». Четыре очаровательные леди, активистки первичных организаций Общественного объединения Белорусский Республиканский Союз Молодежи состязались за право называться лучшей автоледи Борисовского района. Подробности соревнований у Никиты Дементьева. Тренировочная площадка Борисовского ДСАФа на время превратилась в автомобильную выставку. Но украсить автомобиль – это не главное, что должны были сделать участницы районного этапа конкурса «Автоледи». Конкурсантки должны проявить себя в трех нормативах – знания ПДД, творческие и, самое главное, управление автомобилем. Стаж вождения у девушек разный, но все они настроены весьма позитивно. Еще три года нету, но я постоянно каждый день за рулем. Наш председатель БРСМ выбрал именно меня. Всем комбинатом готовились, все помогали, все кулаки держат за меня. Наше предприятие старается принять участие в любых праздниках, мероприятиях, соревнованиях, подтвердить, что у нас молодежь активная, здоровая, хорошо мы справляемся с автомобилями, можем даже их обслуживать. Все у нас получается. Здесь, на площадке «Автоледи» проявит свои навыки вождения в четырех элементах. Это змейка, заезд в гараж задним ходом, эстакада и вождение по кольцу. Все это на время. По итогам конкурса первое место заняла Виктория Шлямина, которая справилась со всеми этапами соревнований на отлично. Впереди полуфинал, где лучшие представители Минской области будут бороться за выход на республиканский этап, на котором и выявится лучшая «Автоледи» страны. Никита Дементьев, Лев Машкетов, телекомпания «Скиф». Витебский государственный медицинский университет собрал пара олимпийцев. На базе вуза прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная данному виду спорта. Кроме того, впервые состоялся республиканский спортивный фестиваль взаимной интеграции с международным участием спортсменов с ограниченными возможностями, а также студентов-медиков. Виктория Сафронова и Илья Аксаментов танцуют вместе уже около года. Они – участники проекта «Свобода в движении. Танцы на колясках». Первый его организовал территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района города Витебска еще четыре года назад. Поэтому пара «Дуо» неоднократно принимала участие в подобных соревнованиях. На этот раз они выступили с номером о любви немецкого офицера к русской девушке. «Наш проект называется «Свобода в движении. Танцы на колясках». Мы второй раз уже участвуем. Первый раз мы участвовали на фестивале областном. Заняли мы там третье место. «Танец как бы называется «Любовь сильна». Сложности? А сложности я как бы в этом не вижу. Главное сам себе принять решение о том, что это нужно. И легче как бы жить в движении. Если дома сидишь, то как бы начинаешь злиться на весь мир, там то, что никому не нужен. А так, какое-то движение, какое-то общение». Во время фестиваля спортсменов поддерживали чемпионы, призеры и участники 12-х паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Одной из них стала трехкратная паралимпийская чемпионка Светлана Саханенко. Для уроженки Витебщины соревнования в Корее – это дебют. 28-летняя лыжница и биатлонистка не только поделилась своими впечатлениями о прошедшей Олимпиаде, но и раскрыла секрет своего успеха. «Как говорят, сильнейших спортсменов вообще много, но паралимпийских чемпионов – их единицы. Поэтому это упорный труд, это стремление, дикое стремление к своей цели и, скажем так, приложить и поставить на кон практически все, чтобы достичь такого результата». В программу фестиваля входили танцы на колясках, боча, волейбол, сидя между спортсменами-инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата и сборной студентов-медиков. Участники с нарушением зрения соперничали в теннисе для незрячих, блиц-турнире «Шашки в темноте», а также в мини-футболе. Кстати, команда «Последник» готовится к предстоящему Кубку Европы, который пройдет в мае этого года. Подобные соревнования для них – еще один шанс потренироваться. «Спортсмены-паралимпийцы тренируются и варятся в собственном соку. Я считаю, что необходимо повысить их спортивный уровень при помощи студентов, при помощи тех людей, которые находятся рядом. В собственном соку вариться очень тяжело. И поэтому, чем больше соревнований, чем больше волонтеров, чем больше лидеров, которые активно имеют жизненную позицию, могут помочь тем людям, которые в этом нуждаются. И будут золотые медали, и будет общество здоровое. Те же паралимпийцы будут показывать пример для здоровых, как надо себя вести, не иметь вредных привычек, заниматься здоровьем и достигать определенных результатов». Как сообщили организаторы, в дальнейшем для участия студентов в фестивале будут проходить специальные отборы. Планируется проведение внутривузовских соревнований, по итогам которых сильнейшие команды получат право соперничать со спортсменами-паралимпийцами. Инна Шуркевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершает наш выпуск. Я же благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго и хороших вам новостей.